Всем привет, с вами Бекла Хьюара и Хигаши, мы продолжаем проходить игру Элиос. С прошлой серии мы узнали много нового о культе и выкопали какой-то артефакт. Но это была не могила, потому что там нет костей. Вернее, их там не было. А могилу нам искать придется. А чтобы искать могилу, нам нужно идти куда? Правильно, на кладбище. Мы сюда и пришли. Так как в дневнике говорилось, что могила была, ну, он похоронил его не на кладбище, значит, нам нужно искать в окрестностях кладбища. В окрестностях кладбища свежий холмик или земля, которая напоминала бы могилу, чтобы можно было ее раскопать. Ух, как не очень хочется этого делать, раскопать чужие могилы, но... Я думаю, мы там что-то найдем. Я думаю, что это она. Должно быть, это тот человек, которым я прочитал в дневнике. Возможно, да. Ну, ты уже... Надо тебя опускать помочь. В кармане у него ключ. Волт! Похоже, это будет волк. Я должен быть начеку, я понимаю. Больше у него ничего нет, ладно. Что это? Что это? Блядь, что это? А-а-а! Это волки? Это необычные волки. 100% необычные волки. Им нужно в деревню. Им нужно на свет, им нужно в дом. Я не хочу оглядываться, я не буду оглядываться. Волк за мной бежит. Продолжай за мной бежать. Надеюсь, мы от него убежали. Очень на это надеюсь. Хотя, по идее, против волка нужно было сделать просто какой-нибудь факел и спичек, и всё. Надеюсь, мы от него убежали. Фух, это был волк. Это был всего лишь волк, но он был настолько необычный. Это был необычный волк. Ключ. Ключ. От чего ключ может быть? От чего может быть ключ? От чего может быть ключ? Ключ, видимо, важный. Очень важный. Я не хочу в ту сторону возвращаться уже. Совсем не хочу. Меня очень не радует быть ужином волка. Причём волк-то явно как-то нездоровый волк, в общем. Необычный. Глаза у него какие-то были. Странные. Не волчьи глаза. С этими тайными ритуалами, блин. Ты скоро будешь бояться своей собственной тени. Так нельзя. Так можно сойти с ума. Ключ скорее всего сюда. Подходит. Но прежде чем мы пойдём сюда, запоминаем мысли на это место, нам нужно вернуться в тайное, там где мы нашли дневник. И более тщательно всё обшарить. У меня такое ощущение, что мы там что-то не нашли. А чтобы вернуться туда, нам нужно прибежать мимо волка. Как бы этого нам не не хотелось, но это нужно сделать. Надеюсь он уже ушёл по своим делам. И за нами не будет бежать второй раз подряд. Почему именно тогда на нас захотел напасть, когда мы нашли ключ. Видимо это очень важный ключ. Заперто. Кстати, а может быть сюда он подходит? Нет. Скорее всего действительно в те ворота. Мне очень не хочется встречаться с этим волком. Но ещё больше не хочется встречаться с толпой оголтелых фанатиков. Ну видимо придётся. Пищат. Грызуны местные. Да странные камни прям. Как какой-то символ. Как тот символ возможно на скале. Там нужно тут найти проход. Да, вот он проход. И вернуться там, осмотреть всё во дворе очень внимательно и тщательно. Потому что я очень быстро оттуда убежал. Посмотрев только то что есть в доме. Хорошая вещь. Видите, грабли. Так что никогда не выкидывайте грабли. Они вам ещё могут пригодиться. Давайте осмотрим округу ещё раз. Возможно мы найдём какие-нибудь наскальные рисунки. Ямы. Которые можно ещё раз копать. Вернее, холмы здесь. Холмики земли. И так далее. Нет, это просто яма. Никаких наскальных живописей мы тут не наблюдаем. Ну что ж, бывает. Фух. Меня напугались собственные эти растения, блин, которые тут растут. Конечно весело. Зола, зола. Зачем мы взяли золу? Возможно она как какой-то барьер против чего-то будет. Потом. Возможно. Так, в доме, в доме мы всё осмотрели в доме. Точно ли мы всё осмотрели в доме? Банки, банки, банки. Банки нельзя. Книжка. Кроме книжки тут ничего нет. Подушка. Грязная постель и всё. Грязная постель. Ну, значит зря сюда наверно возвращался. Скорее всего. Что это? Это просто камни, да? Деревяшки. О, бревно. Я могу передвинуть это бревно и сделать из него мост. О, бревно. Что это мне даст? То есть мост куда? А, чтобы не по веревочной лестнице спускаться, да? Ну, не знаю. То есть грабли нам понадобятся? Нет. Мы их забрать не можем. То есть бревно в принципе бесполезно. Хотя если грабли кто-то стырит, бревно всё-таки тяжёлое, а один человек его вряд ли сдвинет. Не повалить, а поднять куда-то. В общем, второй путь к этому дому. Возможно нам ещё значит предстоит сюда вернуться и не раз. Тихо. Услышали? Или это мои шаги собственные? Видимо мои собственные. Видимо мои собственные шаги. Силуэты растений превращаются в волков просто. Это уже нервное. А вот он этот символ. Странный символ в виде спирали. А, кстати, это чума тогда. Может быть залой на него? Нет. Нет. Мы взяли часть артефакта, нам нужен полное. Значит все половинки этого артефакта собрать, чтобы открыть поход по тайной скале. Это уже понятно. Соответственно нам нужно идти сейчас в тот дом, от которого этот ключ. Мы пока что этого точно не знаем, но скорее всего от того дома, который стоит за воротами, где ворота закрыты. Значит этот ключ видимо и от ворота и от дома. Это видимо резиденция мэра, который сбежал из города. Мы знаем это по... Ёпресс это... По рассказу из дневника. У меня вот этот куст, вот этот куст, показалось, что стоит какой-то человек или не знаю, какое-то существо. О! Очень неприятно, когда тебя никто, казалось бы, не трогает. Ты расслаблен и тут вдруг... Но игра не дает расслабиться. А тем временем еще такой вопрос. Что бы вы на месте этого человека все-таки сделали? Вот сейчас, в данный момент. Когда узнали о ритуалах и так далее. Побежали бы назад звать полицию? Просто бы отсюда убежали или попытались бы разобраться в том, что случилось тут. И что-то происходит. Ваши варианты, господа. Так, каждый сам для себя ответьте. По чесноку. Честно говоря, я без оружия бы, наверное, сюда не сунулся. Будь у меня хотя бы топор, а лучше пистолет. Я бы попытался разобраться, что-то происходит. Сто процентов. Но без оружия, не знаю. Лопата, конечно, сойдет за оружие. Любопытство, наверное, все-таки пересилило бы. Страх. Тем более, уже много сделали. Относительно много. Ну, если мы мужчины, конечно, наш долг просто спасти беременную женщину. Из рук. Из лап злодеев, я бы так сказал. Сюда ключик-то. Сюда ключик-то. Ну что ж. Что будет найдено в этом доме, или вернее в этой резиденции мэра, вы узнаете уже в следующей серии. С вами был Эпикл Хиро, Арай Хигаши. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok